ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. ЧИКОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ Интервью и литературная обработка Сергей Ковалев Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин ОПУБЛИКОВАНО 10 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Я, Чиков Пётр Александрович, полковник в отставке, участник трёх войн, родился в 1925 году в хуторе Чиков Котельниковского района Сталинградской области. Школу-десятилетку окончил в Сталинграде в 1942 году. Город уже бомбили немцы, и моя мама сказала, «Петюшка, поезжай в деревню, в родной хутор. Там бомбить вряд ли будут, а здесь и бомбёжки сильные, и голодно». И мама по неграмотности вместо того, чтобы отправить меня в тыл, отправила меня навстречу фронту, потому что из-за дона уже были близки войска 6-й армии Паулюса. Я приехал туда в начале июля 1942 года. Наш дальний родственник, Небыков Александр Иванович, был там председателем колхоза. У него я и остановился. Походил по хутору несколько дней. В хуторе никого нет. Июль месяц. Он как-то приезжает с поля. Как отдыхаешь? Тётка блинами кормит с каймаком? Я говорю, кормит, только я хожу, как дурак, по пустому хутору. Никого нет. Так уборка урожая идёт, все в поле. Слушай, я тебя отвезу завтра в тракторную бригаду. Будешь там учётчиком, а то старого учётчика забрали в армию. Я боюсь, я ж вроде ничего не знаю и не умею. Да ты же здоровый парень, десятилетку окончил. Там повариха тебя всему научит. Она у нас как профессор, всё знает. Таким образом, я весь июль проработал в тракторной бригаде учётчиком. Шла уборка пшеницы. Урожай был колоссальный. Убирали его на комбайнах и тракторах в основном девушки и женщины. В конце июля в бригаду прискакал на взмыленной лошади подросток лет 12. Бросайте работу, немецкие танки через Дон переправляются. А до Дона было всего 22 километра. В бригаде сразу паника началась. Все кинулись запрягать подводы, лошадей. У меня, как у учётчика, была своя двуколка с кобылицей. До хутора было 15 километров. Мы быстренько прискакали в хутор. А там уже целая катавасия. Снаряжают 40 бричек с колхозным добром в эвакуацию. Грузит ящики, мешки, бидоны, бочки. Я нашёл своего дядю и спрашиваю его, как быть мне. А в это время в хутор приехала и моя мама с моими младшими сестрёнкой и братом. Сестрёнке было в то время 4 года. Брату 15 лет. А мне было 17 лет. Дядя мне говорит, давай-ка ты езжай к матери, посоветуйся с ней. Может, завтра вас в Сталинград я отправлю. Потому что немцы через день-два уже здесь будут. Я пришёл к маме, которая становилась у своей подруги. Нашёл их всех сидящими на крылечке в унынии и слезах. Я сказал, что, возможно, нас отправят в Сталинград. Мама в ответ ничего внятного не ответила. И вдруг по улице несётся в дрожках на двух рысаках председатель хуторского сельского совета, калмык Сартыков Борис. А он мою маму хорошо знал, потому что с Гражданской войны он со своей семьёй в хуторе жил. А в Гражданской он вместе с моим дядей, старшим братом моего отца, Степаном Ивановичем Чиковым, рубился с деникинцами, врангелевцами и поляками. Дядя Степан Иванович был командиром кавалерийского эскадрона в дивизии Думенко. И вот остановился председатель и к моей маме, Тоня. А мою маму звали Антонина Степановна. Ты почему Петра не отправила в эвакуацию? Немцы придут и его же сразу арестуют, как партизана. Собери ему пожитки, я его сейчас отвезу в эвакуирующийся колхоз. Мы его как раз к утру догоним. Мама расстроилась, а соседка ей сказала, что председатель верно говорит. Дочь соседки, комбайнёрша, за день до этого с подругами уехала в Сталинград. И там записались в зенитчицы. Собрала мама мне пожитки, сел я на Тарантас, и под утро председатель привёз меня в эвакуирующийся колхоз, который прошёл всего-навсего километров 30, пересёк железную дорогу Котельниково-Сталинград и в это время остановился на ночлег. Председатель определил меня пассажиром на бричку, в которой уже ехали дед по имени Казимир, женщина средних лет Шура Дельчук и беременная молодая девушка. Колхоз, который эвакуировался, был украинским. В нём были одни украинцы, 102 человека. Я был 103-м. Этот украинский колхоз в 1941 году пришёл в эвакуацию и осел в хуторе Чиковом Котельниковского района. А в 1942 году ему предстояло гнать скот уже двух колхозов, Чиковского и своего украинского. Две отары овец по 6 тысяч голов каждой, 400 голов крупно-рогатого скота, половину из которых составляли дойные коровы, и табун лошадей, сотни-полторы. И вот этот скот мы гнали через Калмыкию к переправе через Волгу у станицы Янатаевской. Она как раз посередине, между Астраханью и Сталинградом. Скот двигаться быстро не мог, поэтому гнали мы его медленно. Пастухами были в основном женщины. Помогали им человек пять подростков, 15-16 лет, и 3-4 деда, украинца. Главным был председатель украинского колхоза Юрко Транец, лет 60. Из местных казаков хутора Чикова в эвакуацию не отправился ни один человек. Украинцы были хорошими, отзывчивыми людьми. Меня они приняли как сына. Гнали скот мы весь август 1942 года. Глянешь вперёд, пыль до небес стоит. Впереди нас идёт колхоз. А глянешься, до горизонта, пыль до небес, следующий идёт колхоз. И вот так шли мы через Калмыкию. Естественно, чем ближе мы уходили вглубь Калмыкии, тем воды в колодцах становилось всё меньше и меньше, ведь идущие впереди и сами пили, и скот поили. От недостатка воды наш скот стал дохнуть. Наш председатель решил идти к Волге не общей дорогой, а взять чуть левее, ближе к Сталинграду. В тех местах было меньше эвакуированных, и побольше военного транспорта двигалось. Таким образом, мы решили, что этот путь будет безопаснее. Наш обоз растянулся километра на три. Однажды, когда мы прошли уже калмыцкий посёлок Цаца, скачут вдоль нашего обоза наши ребята-пастухи с криками «Танки! Танки немецкие нас догоняют!» Началась паника. Обоз свернул на обочину и остановился. К середине обоза подлетают три немецких лёгких танка, и оттуда выскакивают немцы. Из головного танка на броню вылез красивый молодой немец в чёрной куртке и чёрных галифе. На голове у него была пилотка. С брони немец посмотрел на нас, улыбался, и на немецком сказал, чтобы мы возвращались. «Цурюк! Дойчланд!» И смеётся. Нас они не тронули, сели в танки и отправились вперёд. Когда немцы уехали, мы поняли, что это была разведка. Больше мы их не встретили. Видимо, они или по другой дороге вернулись, или их уничтожили. В калмыцких улусах, которые мы проходили, была страшная нищета. Ничего нет, дети голые ходят. Мужчин нет, одни старики. Некоторые калмычки с трудом говорили по-русски. Мы спрашивали у них, есть ли у них какой-нибудь скот. Они отвечают, что был, но все у них забрали за неуплату налогов. Мы у них просили воды, так как знали, что в улусах есть скрытые колодцы, где они сами берут воду. Они говорили, что напиться нам дадут, но для нашего скота воды у них нет. В одном из улусов председатель Траниц уже пошёл на крайность. Он пообещал заплатить калмыкам за воду для водопоя животных. Калмычки между собой поговорили и ответили, что нет у них много воды. Тогда председатель говорит, мы дадим вам 10 баранов, дадим вам корову с телёнком, дадим вам два мешка муки. Только ради Бога, дайте нам воды напоить скот. Они опять поговорили между собой на калмыцком и сказали, чтобы мы шли за ними. У них два котуха, сарая, были соединены соломенной крышей, и в них были замаскированы два колодца. Воды в них было много. Мы полдня оттуда черпали. Калмыки нам даже дали два длинных, метра по три корыта для водопоя скота. Мы напоили весь скот, наполнили свои бочки и отправились в путь. Все, что обещали, мы калмыкам отдали. Два мешка муки, корову с телёнком, 10 баранов. Когда мы уезжали, калмычки стояли на коленях, и я, проезжая мимо них на своей лошади, видел, как у них текли слёзы. Слёзы радости от того, что мы им столько дали. В конце августа мы вышли к переправе через Волгу у станицы Янатаевской. Перед переправой надо было спуститься в большое займище. На переправе работали два больших парома, которые таскали катера. Когда мы посмотрели на займище с горы, мы ужаснулись. Тысячи голов скота, сотни повозок, шум, крики, плач. Мы сначала не поняли, что за суматоха там внизу. Оказывается, недавно переправу бомбили девять бомбардировщиков. Паромы уцелели, их смогли спрятать под деревьями. Но в займище они побили много животных, были убитые люди, разбитые брички. Наш председатель взял с собой нас, троих пацанов на лошадях, и отправился искать какое-нибудь начальство, чтобы решить вопрос с переправкой и встать на очередь. Полдня мы пробивались к стоящей на берегу будке, где сидел начальник переправы, а также несколько представителей НКВД, которые руководили переправой и составляли очередь для колхоза. Вечером нас поставили на очередь и сказали, что наша очередь подойдет дней через восемь. Председатель сразу сказал, спускаться в займище не будем. Там все еще перемешано после бомбардировки. Отойдем километр на четыре. Там есть что-то вроде пруда. Будем там скот пасти. А жить будем здесь, наверху. Дня через три опять чуть стороной пролетели немецкие бомбардировщики. Летели низко, что даже кресты можно было различить. Пролетели через Волгу в сторону Астраханской области. Все обрадовались. Они, наверное, не к нам, в Астрахань полетят. А они пролетели через Волгу, развернулись и идут обратно на переправу. И начали бомбить. В этой бомбежке паромы снова уцелели, несмотря на то, что один из них со скотом в это время был на середине реки. Около десятка бомб снова легли в займище. Дня через два после этого немцы снова прилетели на бомбежку. На переправе никакой охраны нет. Немцы летят низко, зная, что ничем им не ответят. Только они подлетели к переправе, как стали по ним из орудий стрелять. Оказывается, ночью из Астрахани пришел и встал под деревьями большой колесный буксир. И на нем установлены две зенитных пушки и шесть спаренных пулеметов. А когда немцы прилетели, они его не видели. После первого залпа головной юнкер взорвался в воздухе, второй задымился и пошел к земле. Остальные стали кто куда сбрасывать бомбы и с троих рассыпался. Три самолета сбили зенитчики в этот день, остальные самолеты улетели. Рано утром пароход дал прощальные гудки и ушел в Астрахань. Наконец пришла наша очередь. Мы удачно переправились через Волгу. После переправы постарались разобрать свой скот. Весь скот перемешался, и в результате коров у нас стало чуть ли не наполовину меньше, а овец стало чуть ли не наполовину больше. После переправы мы шли в Астраханскую область еще почти неделю. Пришли мы в Харабалинский район, в село Сосыколи. Село очень огромное. Местный колхоз уже принял несколько эвакуированных колхозов. Кругом всем руководил НКВД. Мы думали, что нас поселят в местных хатах, а нас всех разъединили. Скот наш тоже разъединили. Овец отдельно, коров отдельно. В километрах 15 от села располагались животноводческие бригады, и нас всех расселили по этим бригадам. Поскольку перед приходом в это село я гнал овец, то меня распределили в овцеферму. Определили меня туда с моей бричкой, в которой были все те же пассажиры. Дед Казимир, женщина средних лет, Шура Дельчук, и молодая женщина, которая перед переправой родила девочку. Приехали руководители колхоза и сказали, вот в этой кошаре, где овцы содержатся, и будете жить. Дед наш возмутился, вы что, вместе с животными спать будем? А был уже сентябрь, ночи прохладными были. А нам женщина, как выяснилось, она была заместителем председателя местного колхоза, отвечает, а мы вас не ждали, приперлись тут. Тут наши старики возмутились. А вы что, фашистов ждете? Что вы сделали для фронта и победы? А мы скот сохранили для армии и пригнали сюда. Местные поняли, что переборщили, извинились, и пообещали пригнать будку на колесах для женщин и ребенка. А нам предложили выкопать землянку. Пообещали предоставить инструмент, кирки, лопаты, двуручную пилу. Кроме нас на эту ферму попала еще одна бричка, в которой ехало шесть человек, и нас стало десять человек. Мы силами нашей маленькой бригады выкопали две землянки. Работали мы пастухами на этой ферме, на лошадях пасли овец. Поздней осенью на ферме объявился мой двоюродный брат, Валентин Андреевич Чиков. Как из-под земли появился? Ему тоже было около шестнадцати лет. Он был крепким парнем. Оказывается, он вслед за нами из колхоза шел через всю Калмыкию. Вы уже ушли в эвакуацию, а я еще в колхозе оставался. За неделю до эвакуации из станицы Потемкинской приехал в колхоз заведующий за год зерно района. Ее председатель колхоза попросил парня шофером на легковую М-ку. Председатель меня туда определил, хоть я был трактористом, и я этого заведующего возил, но недолго. Однажды, когда мы в Потемкинской спали, а в районе Дона гудели бои, в станицу ворвались немецкие танки, и мы с заведующим на М-ке успели выскочить из станицы. Догнали мы какой-то непонятный обоз. Он шел без скота. Люди везли свое добро. Брички были загружены домашним скарбом. И мы пристали к этому обозу. На вторую ночь мой начальник скрылся в неизвестном направлении. Утро встали, ждали-ждали его, а его нет. Так я дальше один на М-ке и поехал. Шел я-шел с этим обозом. Уже ближе к Сталинграду стало известно, что около города идут бои. И направили наш обоз тоже через Калмыкию. Ехал я безо всяких документов, ни на себя, ни на машину, ничего у меня не было. И ко мне стал приставать какой-то мужик, у которого было нагружено четыре повозки с просьбой продать ему машину. Мол, при переправе через Волгу у меня ее НКВД все равно конфискует. И я продал ему машину за кругленькую сумму, а сам пристал к какому-то эвакуирующемуся колхозу. Смотрю я на него, а он в новых валенках, белый овчинный полушубок на нем, перетянутый кожаным офицерским ремнем со звездой, рукавицы армейские по локоть. Расстегнул он полушубок, а там фуфайка военная, брюки ватные. Я спрашиваю, откуда ты все это взял? А я сам уже дрожал от холода, ведь на мне ничего теплого не было. А он отвечает, я определен к вам в бригаду пастухом, завтра-послезавтра и тебя тоже тепло одену. Каким образом? После сам все узнаешь. Стали мы втроем пасти, дед, он и я. Брат договорился с дедом, что утром мы отгоним Атару овец и отлучимся, а вечером вернемся обратно и вместе отгоним Атару на ферму. Отогнав Атару километров на десять от фермы, мы с братом, оставив деда, поскакали в сторону Казахстана. Скакали мы километров шестьдесят. Брат знал дорогу, и мы, прискакав в нужное место, увидели стоявшие около ручейка в кустах штук пять кибиток. Из них вышли старики-казахи, обнялись с братом, поговорили о чем-то. Затем меня пожилой казах взял за руку, из кибиток, и я обалдел. Там был склад. До самого потолка лежали груды, фуфаек, полушубков, шапок-ушанок и прочего обмундирования. Как впоследствии рассказал мне Валентин, а ему рассказали сами казахи, что казахские власти приготовили все это для партизан, на случай, если сюда дойдут немцы. А поскольку немцев за Волгу не пустили, то это обмундирование казахи стали потихоньку менять на сахар, муку, соль. Одели меня казахи во все новое. Только шапка моего размера не нашли, и казахи пообещали на завтра привезти нужный размер. Напоследок казахи предложили попить чая, но мы отказались и понеслись в сторону нашей пасущейся тары. Отъезжая от кибиток, я заметил, что у брата к седлу придорочена связка, в которой были ватные штаны и полушубок. Брат пояснил, что это для бригадира нашей фермы. Бригадир тот был без глаза, нога у него не разгибалась, но к тому же еще и алкаш. Ну и для деда нашего тоже немного он прихватил. Я поинтересовался, чем он собирается расплачиваться с казахами. Он отвечает. Баранами. Завтра в сумерках к нашей атаре подъедут казахи и возьмут себе 10 баранов. А атара у нас была 12 тысяч голов. Потерю 10 баранов никто и не заметит. Кто их считать будет? У нас каждые две недели от браковка по голове шла, и хромых и больных овец в счет госпоставки отправляли на военную продовольственную базу, где их забивали на мясо для фронта. Вечером прискакали казахи, привезли мне шапку-ушанку, поймали десяток баранов, перебросили их через седла и ускакали. На следующий день женщины в бригаде заметили, что я одет так же шикарно, как и мой брат, и стали к нему приставать с вопросами, где он все это взял. Брат сказал, что все это он купил, а меня предупредил, чтобы об этих сделках с казахами не узнал НКВД. 3 января 1943 года в бригаду приехала грузовая машина. Из нее выходит офицер, с ним трое красноармейцев. Офицер велел бригадиру построить всех подростков и мужчин, которые есть в бригаде. Мы стоим толпой, а офицер командует. Кому есть 18 лет и больше, пять шагов вперед. Вышло нас немного, человек 8-10. Все подростки из эвакуированных. А мне еще не было 18-ти, поскольку я рожден в марте. Но мне очень надоело постушить и голод достал. У нас сахара не было, соли не было, не было ни муки, ни круп. Только мясо было сколько душе угодно. Бригадир разрешал каждой землянке резать в неделю два барана. А есть мясо без соли невозможно, уже через неделю на него смотреть не хотелось. Поэтому прибавил себе несколько месяцев, чтобы попасть на фронт. Подтвердить дату своего рождения я ничем не мог, поскольку никаких документов у меня при себе не было. Офицер переписал нас и сказал, чтобы мы готовились. Он сейчас поедет в другую бригаду за призывниками, а часа через два возвратится и заберет нас в районный центр. Привезли нас в Харабали. В военкомате все с нас сразу сняли, выдали военное обмундирование. Я очень жалел, что лишился своего прекрасного полушубка и ремня со звездой. Оставил я только пуховой свитер, который незадолго до этого связала мне Шура Дельчук. Я одел его под гимнастерку, и он спасал меня от холода. Буквально через день пришел из Астрахани большой эшелон с призывниками. Нас из Харабалей набралось две теплушки призывников. Привезли нас в Пензу. От Пензы в 12 километрах станция Селикса, где нас выгрузили из эшелонов. Там был огромный военный лагерь. Землянки метров по 100-150 в длину, только крыши одни виднеются. Оказывается, там стояла запасная стрелковая бригада полкового состава. В ней готовили призывников к отправке на фронт. Три месяца Ай-2 два раза выстрелила из оружия и в составе маршевой роты на передовую. В этой бригаде нас определили в землянку. В конце, начале и посередине землянки стояли огромные бочки, которые круглые сутки топились дровами. А между бочками с обеих сторон стояли двухъярусные нары, на которых лежали набитые соломой матрасы. Не было ни подушек, ни одеял. Так мы, дрожа, и спали на них в шинелях. Тем, кто спал ближе к бочкам, было еще тепло, а мы мерзли. Кормили нас скудно. Пюре гороховое, две-три ложки на завтрак, обед и ужин. Кроме этого, на обед давали маленький кусочек мяса, а на завтрак ломоть хлеба, чем-то намазанный, но не маслом, а чем-то рыбным, и чай. Чай был сладкий, и его можно было пить сколько угодно. Нам раздали каждому кружки, поэтому мы могли выпить чай и пойти налить себе его еще. Карабины, и мы с утра до вечера находились в поле, где снегу было по колено. Ложись, в атаку. Пробежим немножко и опять. Ложись, в атаку. И так часов пять до обеда. А после обеда строевая подготовка или стрельба без выстрелов. Изучали, как целиться, как мушку совмещать с прорезью. И за два месяца, которые мне суждено было провести в этой бригаде, мы всего два раза стреляли по-настоящему на стрельбище, каждый раз по три патрона. После стрельб пошли смотреть результаты. У меня одна пуля еле-еле зацепила мишень, остальные в молоко ушли. Офицер на меня набросился со словами. Ты что, слепой? Я ему отвечаю, что я стрелял первый раз в жизни и карабин раньше в руках не держал. Ложись, скомандовал он и выдал мне еще три патрона. От холода руки у меня замерзли, и в мишень опять попала только одна пуля. Ладно, фашиста ты не убил, но все равно ранил. Беги в землянку. Освобождаю тебя от строевой подготовки после обеда. Иди, отогревайся. Однажды нашему батальону прозвучала команда «Строится без оружия». Построились. Смотрим перед строем незнакомые офицеры, причем не из этой бригады. Прозвучала команда. Кто окончил 10 классов, 5 шагов вперед. Вышло из батальона человек 30, не больше. Приказали тем, кто вышел, заходить по одному в землянку. Захожу, сажусь. Передо мной фотограф, позади простыня растянута. На мой робкий вопрос, а зачем нас фотографируют, прозвучал резкий ответ «Надо». Поскольку документов у меня не было, записали меня с моих слов и потом объявили, чтобы через 2 часа зашел в другую землянку, получил продовольственный тестат и НЗ. Нам всем было интересно, куда нас направляют, но получили приказ, вопросов не задавать. Выдали нам по небольшой баночке консервов, по две селедки и по буханке черного хлеба и сказали, что это паек на двое суток. На наши вопросы, куда нас дальше отправят, нам было сказано, что все до нас доведут позже. Построили нас, повели на станцию Селикса. А там уже нас эшелон дожидается. В этом эшелоне несколько теплушек уже набито красноармейцами. Куда, чего, неизвестно. Подошел паровоз, стукнул с цепкой и повезли нас. И только уже в дороге мы узнали, что везут нас в город Куйбышев, это нынешняя Самара. Но несмотря на то, что от Пензы до Куйбышева было рукой подать, везли нас туда трое суток. Немножко пройдет эшелон? Стоим. Немножко пройдет? Стоим. А мимо нас другие эшелоны пролетают в обоих направлениях. Своё НЗ мы смолотили в первый же вечер и оставшиеся сутки были голодными. Но мы были молодые, поэтому вытерпели голод. Привезли нас в Куйбышев. Выгрузили в центре города на вокзале. Мы обрадовались. Раз выгружают в самом городе, значит и разместят нас тоже в городе. Наверное, даже в казармах поселят. После выгрузки нас построили и повели. Вели через весь город. Город уже закончился, скрылся из виду, а нас все ведут. Ведут на юг параллельно Волге. Километров через 20 на Большом привале нас встретили два офицера, которые нам наконец-то объявили, что мы идем в Куйбышевское гвардейское пехотное училище. Хоть бы кто спросил меня, хочу ли я туда, не хочу ли, никаких вопросов. Но все прекрасно понимали, война, значит, надо. Офицеры торжественно произнесли речь. Мы вас поздравляем, теперь вы курсанты Куйбышевского гвардейского пехотного училища. Выступающий офицер думал, что мы крикнем ура, а мы еле живые, еле ворочаем языками, мы ж голодные. Но кто-то из нас спросил у них, а почему училище гвардейское? Фронт ведь далеко отсюда. Наше училище в прошлом, 1942 году, в полном составе выезжало на фронт. Мы полгода воевали. Все, кто остался в живых, вернулись обратно, для окончания обучения. Начальник нашего училища на войне ногу до колена потерял, сейчас он ходит с протезом. Оказывается, вели нас от Куйбышева 30 километров до поселка Красная Глинка. Туда из Москвы эвакуировалось правительство СССР, много министерств там было. Поговаривали, что сюда и Сталина планировали перевезти, но он не приехал. Много представителей Бериевского министерства приехало в Красную Глинку. В этом поселке находился какой-то санаторий или профилакторий. Так их всех оттуда выселили, а поселили там министерств и их семьи. А уже 1943 год был. И фронт уже далеко откатился, но охрана все равно была. И охрана там была очень сильная. Зенитные пушки и зенитные пулеметы чуть ли не через каждые 100 метров стояли. Нас потом тоже много раз отправляли туда в наряд. То патрулировать территорию, то охранять здания, где жили сотрудники министерств и их семьи. Прошли мы, значит, через поселок Красная Глинка и уперлись в металлические ворота. Последний километр мы уже еле плелись. И вдруг эти ворота открываются и духовой оркестр грянул марш. Все взбодрились сразу. Смотрим. А по обе стороны асфальтированной дороги выстроились батальоны курсантов, которые же обучались в училище. Ребята стоят все такие здоровые, румяные и хлопают нам в ладоши. Нас сразу повели в столовую, накормили до отвала, а потом в баню. Все вещи наши у нас забрали, включая красноармейское бундирование, а взамен выдали все новое. Получили мы курсантские погоны с желтыми кантовками. На построении нам сказали, срок обучения у вас будет шесть месяцев, по окончании присвоят вам звание лейтенантов и отправят на фронт. И вот здесь я хочу подчеркнуть самое главное, почему я сижу перед вами, девяностолетний, но живой. Потому что благодаря среднему образованию, полученному перед войной, я попал в Куйбышевское гвардейское пехотное училище. В училище нас учили по полной программе. Мы стреляли изо всех видов оружия, потому что недостатка в боеприпасах мы не испытывали. Автоматы, винтовки, карабины, пулеметы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ружья. Из всего этого нас учили стрелять. Если при стрельбе из снайперской винтовки были хорошие попадания, то присваивали даже спортивный разряд. У меня, к примеру, был третий спортивный разряд по стрельбе. Нас сажали в траншеи, выкопанные в полный рост, и через нас перекатывались настоящие наши танки Т-34, которых в училище было два. После прохождения танков мы должны были успеть бросить в них два муляжа гранат и обязательно попасть в моторный отсек. Танк хоть и медленно катился, но пока одну гранату кинешь в него, он уже отъезжал далеко, и второй попасть в него было очень трудно. Лагерь нашего училища находился у подножия Жигулевских гор, поэтому по этим горам мы налазились от души, красивые там, конечно, места, и через Волгу мы переправлялись. В общем, учили нас так, чтобы из нас получился настоящий офицер-пехотинец. На территории училища было много учебных плакатов. Помню такой «Убей врага! Если первым не выстрелишь ты, то он тебя убьет! Выбирай, что лучше!» В связи с тем, что училище было гвардейским, кроме курсантского пайка, нам давали дополнительный паек, который состоял из кусочка сливочного масла, кусочка сала, сахара и буханки белого хлеба на двоих. Хлеб был хорошо пропеченный, похучий такой, а сахар был в больших головках, поэтому их приходилось колоть. И это давали каждый день. Поэтому мы потом поняли, почему курсанты, которые прибыли в училище раньше нас, были такими румяными и здоровыми. В процессе обучения мы тоже сразу повзрослели, посвежели. Я когда в зеркало смотрел, то мне казалось, что у меня лицо в два раза шире стало. Но вместо положенных шести месяцев мы проучились всего четыре месяца. Второго или первого июля, когда мы были на практических занятиях, прискакал на лошади на ручной из училища и закричал «Тревога в училище!» Вам приказано ускоренным маршем направляться в училище. До полигона было километров десять или двенадцать, и наше подразделение, где бегом, а где шагом, отправилось в училище. Когда наша рота прибыла, все училище уже стояло в строю. Как только за нами закрылись ворота, на трибуну с костылем поднялся начальник училища полковник Иванов. Начальник училища был без ноги, а заместитель его, герой Советского Союза, был без левой руки. Но это было малозаметно, так как у него вместо руки был протез. Фамилию его сейчас не вспомню, но потом он куда-то пропал. Может, демобилизовали его, а может, на повышение пошел. Был такой случай. Недели через две после нашего прибытия в училище нас, всех курсантов, собрали в огромном зале клуба на какой-то концерт. А перед концертом заместитель начальника училища сделал на сцене какой-то маленький доклад. А поскольку он герой Советского Союза, то кто-то из курсантов, сидящих в первых рядах, попросил рассказать, за что тот получил золотую звезду героя. Заместитель начальника молча сошел со сцены вниз и, подойдя к спросившему, громко попросил того ухватить его за левую руку. Курсант, хватит ее и в испуге отпрянул. И тут все поняли, что не вопротез. Хороший, одним словом, был он мужик. Начальник училища зачитал приказ. По приказу верховного главнокомандующего, товарища Сталина, училище в полном составе выезжает на фронт. Все прокричали троекратный «Ура!». После выступления начальника училища нас всех сразу экипировали. Выдали каски, саперные лопатки, вещмешки, автоматы новенькие ППШ, по две гранаты, по два диска автоматных полных патронов. И еще выдали патроны в пачках, около 800 штук на каждого. И выдали самое главное оружие, алюминиевую ложку. При этом объявили, что, чтобы ложка не потерялась, ее нужно воткнуть за обмотку. У нас же тогда сапог не было, мы все носили ботинки с обмотками. На построении объявили, что, поскольку мы проучились всего 4 месяца из 6, то всем курсантам присваивается звание старший сержант. Раздали нам широкие лычки на погоны. Мы же прошли обучение командованию взводом, уже начали изучать командование ротой, а к концу обучения поговаривали, что должны были даже ознакомиться и с командованием батальоном. Погрузили наше училище на вокзале в два эшелона, человек по 500 в каждом. Весь офицерский состав училища, командиры батальонов, их заместители, все были с нами в этом эшелоне. Эшелон был украшен портретами Сталина, лозунгами на Берлин, из вагонов раздавались песни, в общем, радость была от того, что едем на фронт. Когда мы стали проезжать по местам, где ранее прошли бои, увидели, как валяется разбитая, обгоревшая техника, стоят разрушенные здания, лошади, распухшие от жары, лежат. Наконец, эшелон остановился и выгрузили нас. Оказалось, что мы на Курской дуге в Орловской области. Прошли мы пешком километров 15 и в глубоком обраге объявили привал и сказали дожидаться кухни, а нас около тысячи человек. Только мы расположились на зеленой травке, прилегли отдохнуть, как вдруг кто-то крикнул «Воздух!» Смотрим низко-низко, летят три мессершмита и прямо над нами, не стреляя, пролетели. Буквально через минуту вслед за ними наши три истребителя краснозвездных пронеслись, догоняя. Мы им вслед посмотрели и снова расположились на отдых. Минут через десять наши истребители вернулись, а немцев мы не увидели. То ли их сбили, то ли просто отогнали. После того, как подошедшие кухни покормили весь лишний состав, прозвучала команда на построение. Мы поротно построились в низине. Вскоре на взгорке появилась группа офицеров, среди которых выделялся генерал. Генерал объявил, вашему училищу присваивается наименование 250-й гвардейский стрелковый полк 83-й гвардейской стрелковой дивизии и вручается боевое знамя. Перед этим вы должны принять гвардейскую клятву, снять головные уборы, сняли, встать на правое колено, встали. Генерал зачитывал текст гвардейской присяги, а мы хором все повторяли. Раздали нам новенькие гвардейские значки. В Куйбышеве, хоть училище и было гвардейским, гвардейских значков нам не выдавали. Их носили только к те, кто вернулся с фронта на доучивание. Уже позже мы узнали, что наша дивизия входит в состав 11-й гвардейской ударной армии, которой командовал тогда генерал-полковник Баграмян, с которым мне дважды довелось встретиться на фронте. Тут, я считаю, верховное командование совершило грубейшую ошибку. Зачем из нас, хорошо обученных старших сержантов, сформировали полк? Нельзя было этого делать. Нас надо было распределить командирами взводов, в крайнем случае командирами отделений. В ночь наш полк выдвинулся в сторону фронта. Шли недалеко, километров 15-20. Уже начало то впереди, то по сторонам погромыхивать. На рассвете мы пришли на позиции. Траншеи в полный рост. Мы все остановились. Смотрим, из траншей вылезают грязные, обросшие, преимущественно пожилые красноармейцы, все, несмотря на лето, в шинелях. Ой, сыночки, да какие же вы все молодые, да красивые. Какие же вы молодцы, что прибыли нас сменять. Мы удивленно спрашиваем у них, а где здесь передовая? Сыночки, утром все увидите. А рассвет уже начинался. Красота такая вокруг, зелень. Впереди, метрах в ста, была ячейка, в которой сидели двое наблюдателей. Слева и справа тоже были такие же ячейки с дозорами. Оттуда красноармейцы ушли, поэтому наш командир роты назначил туда дозорных. Из одной из ячеек встал наш старший сержант и в полный рост направился в нашу сторону. Может, он попить захотел или за фляжкой своей шел и вдруг, не дойдя метров двадцати, вскрикнул и упал. Мы сразу не поняли, в чем дело, но двое из наших вскочили, подбежали к нему, а ему разрывной пулей разворотило поясницу, кровище хлещет, его на руках в окоп отнесли. Выстрела никто не слышал. Через некоторое время смотрим, из другой наблюдательной ячейки идет другой старший сержант. Причем идет еле-еле, потом упал и на четвереньках ползет. К нему опять кинулись. Что с тобой? Снайпер ранил в плечо. Оказывается, снайпер стрелял с приличного расстояния, что никто выстрелов и не слышал. После этого мы стали держать ухо востро. Когда уже совсем расцвело, из передовой ячейки раздался крик. Вижу танки! Три, пять, семь, девять танков! Левая ячейка тоже закричала. Вижу танки! Два, три, пять! Правая ячейка еще не успела крикнуть о появлении танков, как мы их уже сами увидели. Мы не боялись танков, мы знали, как с ними воевать. Но у нас не было противотанковых гранат, только ручные. Танки тихонечко, не стреляя, спустились с пригорка в низину. Даже кресты стало видно на них. И тут нам стало как-то зябко, как-то во рту пересохло, начался мандраж. Мы стали роптать, что командиры наши не предусмотрели танковой атаки и не снабдили нас всем необходимым для уничтожения танков. Смотрим, за танками появилась вражеская пехота. Много пехоты, в несколько рядов идут и тоже не стреляют. И вдруг, словно разорвалась громаднейшая бомба, земля задрожала. Мы все не поняли, в чем дело, присели в траншеях. Смотрим, через нас несутся огненные смерчи, дым, ужас, что творилось. От такого грохота мы пооглохли, кто-то стал уши затыкать. Оказывается, метров в ста от наших траншей была кустарниковая лесопосадка и ночью ближе к рассвету там расположился дивизион «Катюш». Видимо, командование знало о готовящемся вражеском прорыве. И эти 32 машины практически прямой наводкой дали 5-6 залпов. Мы, когда вылезли, увидели, что от земли до неба все горит, кругом дым, смрад, танки горят. Кое-где в просветах видно, что уцелевшие машины задом отползают. Потом, рассматривая подбитые танки, заметили, что у некоторых башни валяются метров 20. Такой была моя первая встреча с врагом. Как потом выяснилось, в эту ночь немецкая армия начала наступление на Курской дуге, и мы оказались на стрие одного из ударов. Вот только непонятно мне, почему с немецкой стороны не было артподготовки, а они сразу пустили танки. Слева и справа мы слышали канонаду, а на нашем участке не было. Впоследствии наша дивизия участвовала в освобождении Орла. В начале октября не только нашу дивизию, а всю 11-ю гвардейскую армию стали перебрасывать на север, на стык Псковской, Витебской и Ленинградской областей. Полтора месяца мы шли пешком туда с Курской дуги и сели в оборону на границе с Витебской областью. Там шла подготовка к операции «Багратион». Меня назначили командиром взвода автоматчиков полковой роты автоматчиков. Полковая рота автоматчиков всегда находилась рядом со штабом. Она состояла из двух взводов охраны, трех взводов автоматчиков, взвода разведки, знаменного взвода, саперного и хозяйственного взводов. Наша задача была оборона штаба, а когда полк становился на привал, мы определяли место для размещения штаба и рубили шалаши или копали землянки для офицеров штаба. Командиром взвода автоматчиков у нас должен был быть офицер. Все время нам говорили, что офицера вот-вот пришлют, а меня пока назначили вместо него командовать взводом. Мы участвовали в небольших операциях по освобождению северных районов Витебской области. За освобождение города-городок бои шли трое суток. В этом городе я был ранен, контужен и попал в полевой госпиталь. А офицера на должность командира взвода автоматчиков я так и не дождался до самого ранения. Расскажите про бой, в котором вы были ранены. Вызывает нас однажды майор, начальник штаба полка, которому непосредственно подчинялась наша рота автоматчиков и говорит, товарищ старший сержант, берите с собой человек восемь автоматчиков, при этом он развернул передо мной карту. Смотрите на карту. За ночь вы должны пройти 15-20 километров в этом направлении. Вот вам компас, вот вам азимут, вот карта. Разведчики соседнего полка заметили присутствие немецкой машины. Что там воинская часть или что-то тыловое, вам и необходимо узнать. В бой не вступать. Если вас обнаружат, сразу на полных парусах обратно. Во взводе у меня было 26 человек. Взял я восьмерых и мы пошли. Одеты мы были в валенки, ватные брюки, фуфайки, поверх которых овчинные полушубки. У нас в полковой роте все так были одеты. Так поверх полушубков мы еще и маск-халаты надели. В таком одеянии мы на 25-ти градусном морозе через каждые сто метров расстегивали полушубки, от нас пар валил. Да к тому же еще и вши донимали. Жуть! Когда ранее до этого приходилось роте передвигаться маршем, то мы на привалах спали в таком обмундировании и не мерзли. Выставляли охранение, ложились в сугробы и засыпали. Спали по два часа. Через два часа побудка. Если кто-то трудно вставал, то его за ноги и за руки стаскивали лицом в снег. Будили любыми способами. Потому что уже через два часа становилось зябко, а первые два часа не мерзли совсем. Ну так вот, прошагали мы по лесу наверное километров 20. В лесу мы только один раз встретились с немецкими разведчиками. Мы шли в колонну, потому что снег был выше колена. Впереди идущего меняли через каждые полчаса. Передний идет с замыкающим колонны, а идущий вслед за ним становится головным. Я как раз шел вторым. И вдруг идущий впереди как крикнет «Ложись!» Мы все рухнули в снег, и тут же раздалась автоматная очередь, которая прошла выше наших голов. Оказывается, немец стоял, прислонясь к дереву, и целился в нас из автомата. Если бы идущий впереди нашей колонны не увидел немца своевременно, то он нас бы скосил всех одной очередью. Он даже сам свой автомат не успел привести в готовность, только крикнуть успел. Мы нестроенно ответили из своих автоматов. Тишина. Поднялись. Подходим к дереву. За деревом костерок потухший дымит. Мы сразу по следам определили, что немцев было четверо. Там же валялись два немецких противогаза в круглых коробках, каска одна валялась, окрашенная белой краской, пустые консервные банки. Мы поняли, что это были разведчики. У нас был такой принцип. Если заметили противника, то в колонну уже не идем, а расходимся веером в разные стороны. Видимо, у немцев был такой же принцип. Поэтому мы не знали, по какой дороге они пошли. Мы решили идти прямо. Этих немцев, к счастью, больше не встретили. Видимо, они ушли в сторону. Забыл сказать. Мы там подобрали еще две немецкие фляжки, одна из которых была со Шнапсом. А у нас и свои имелись фляжки, наполненные спиртом. Когда кого-то отправляли в разведку, старшина, согласно приказа, обязательно наливал всем полные фляжки спирта. Прошли мы, значит, еще какое-то расстояние и вышли на пушку. Остановились. Наблюдаем. Вдруг видим, где-то метров в 150 из сугроба искры вылетают. Поняли, что там землянка. Мой заместитель, присланный к нам во взвод, младший сержант Калмык, был шустрым парнем. Стрелял метко. Мы даже прозвище ему дали. Шустрик. Он совершенно не бежался на это. Вот Шустрик мне и говорит, товарищ старший сержант, там наверняка труба есть. Я подползу и гранату туда брошу. Я говорю, нет, дорогой, раз это землянка, да к тому же топится, значит, из нее траншеи есть, а в ней наверняка часовой должен быть. Сначала надо разведать, есть ли он там. Двух ребят я послал вправо, двух влево, чтобы провели разведку прилегающей к опушке территории. Примерно через час все вернулись. Одна группа доложила о том, что заметили несколько больших немецких фур, занесенных снегом. Возле фур большие неотапливаемые палатки. Ни одного часового замечено около них не было. Другая группа заметила два немецких бронетранспортера с крупнокалиберными пулеметами. Рядом несколько бричек и громадные лошади тяжеловозы рядом с ними. И тоже нет часовых. Я не поверил, что нет часовых. Собрался другие группы отправить посмотреть, но они клянутся божаться, что нет там часовых. Мы близко подползли. Нет часовых ни там, ни тут. Тогда я шустрику говорю. Ну что, давай, колмычок, ползи. Как гранату им опустишь, так сразу к кубарем к опушке беги. Мы тебя будем ждать. Через некоторое время ахнул такой взрыв, что даже бревна взлетели. Оказывается, он не одну гранату бросил, а две. Как он после этого жив остался? Осколки его чудом не задели. Что интересно, не по нему, пока он к нам бежал. Не по нам, когда мы в лес уходили, не было со стороны немцев сделано ни одного выстрела. Когда мы отошли подальше, устроили маленький привал и стали советоваться между собой. Пришли к выводу, что это была тыловая немецкая часть. Они, видимо, думали, что передовая далеко и даже часовых не выставили, а все забились в землянку. Отметили мы это место на карте, записали количество обнаруженной техники и пошли обратно к своим. На рассвете мы вышли из леса. Мы шли по компасу настолько четко, что в лесу напали на свои же собственные следы, которые оставили раньше. Наш путь должна была пересекать дорога, после которой через километров 6-8 редколесия должно быть расположение полка. Дорога вся занесена снегом была, сугробы большие. По этой дороге нам надо было пройти километра 3, а потом свернуть в лес. Идем по этой дороге и вдруг я замечаю колеи от танков. По этим колеям было идти легко, однако колеи были не от наших танков. От наших танков колеи были широкие, а от немецких поуже. Снегу нападало на колеи совсем немножко. Видно было, что не так давно танки проходили, вечером или ночью. Как оказалось, позже мы ошиблись. Танки прошли трое суток назад. Идем по колее, нам уже сворачивать с дороги пора, а колея все продолжается. Я советуюсь шустриком, говорю, ну что будем делать? А он, бывший охотник, говорит, товарищ старший сержант, давайте еще пройдем, вдруг танки увидим. Уговорил, пошли мы. А от сильного мороза и взошедшего солнца ощущение такое, будто снег летает. Солнца не видно, только марево такое. И вдруг, видим, метров в двухстах стоят три танка, один за другим. Вижу, что это легкие немецкие танки. Мы залегли. Я говорю, ребята, возле танков должен быть часовой. Давайте смотреть внимательно. Полежали с полчаса, часовых не увидели. Странное дело. Обычно немцы всегда выставляют охрану, а тут никого нет. Да и там, в тылу, тоже никого не было, что для немцев необычно. Шустрик предложил мне вдвоем подползти, а остальных ребят оставить нас прикрывать. Поползли мы. Тишина. Шустрик запрыгнул на моторную часть, снял рукавицу, ощупал. Давно стоят, двигатель холодный. Умный был парнишка, маленького такого росточка. Тут и я запрыгнул на танк. И как-то я нечаянно прикладом автомата стукнула броню. Смотрим, башенный люк закрыт, а водительский приоткрыт. Мы туда намеревались заглянуть. И вдруг, когда я стукнула броню, оттуда раздалось. Рус зольдат, ных тшисен! Мол, не стреляйте. Из люка сначала высовывается рука, потом высовывается голова. Мы глянули и обалдели. Лицо темно-синее, почти черное. Замерзал человек, языком он еле ворочал. И нам что-то по-немецки бормочет. Я хоть и учил шестого по десятый класс немецкий язык, все равно ничего не понимал. Немец рукой нам машет, чтобы мы его вытащили из танка. Мы уже смело подошли к нему, вытащили из водительского люка. Он даже сидеть не мог. Замерз настолько, что уже и не дрожит. Сам черный, и форма на нем такого же цвета. А еще форма-то на нем легкая, а мороз так по 30 градусов. Когда в танке работает мотор, он же обогревает, и в танке тепло, даже жарко. Это я знал по училищу. Пока мы с немцем возились, пока посадили его на броню, потом привалили его к башне, но он сполз, потому что не мог сидеть. Дали мы ему два-три глотка спирта из фляжки. Немец стал немножко шевелиться. Спрашиваем его, сколько еще в танке. Он показывает два пальца. Смотрим, открывается башенный люк, оттуда сначала машет рука, потом появляется голова без шлема. Тоже такой же черный и тоже рукой машет, чтобы его вытащили. Таким образом, мы их всех троих из танка вытащили. Пытались их на броню посадить, но они сидеть не могут. Дали им всем спирта. Я дал команду своим ребятам, чтобы они слегка растерли немцам лица, но не снегом, а спиртом. Пошли мы к следующему танку. А те, видимо, уже все слышали, потому что у них уже открыты были люки, и из люков головы виднелись. Таким же образом, мы вытащили немцев из второго танка, дали всем спирта. По-моему, уже раза два дали к фляжке приложиться. Немцы уже шевелиться стали. Сидят, глаза прикрыли и только бормочут. Рус-зольдат, Рус-зольдат. Подходим к переднему танку. Не открывается ни один люк на нем. Мы стучим по броне. Через некоторое время открылся башенный люк, и оттуда высовывается рука с пистолетом. А мой один автоматчик стоял спереди, сбоку. Но немец, видать, тоже был настолько замерзший, что у него не было сил пистолет держать. И он выстрелил под углом вниз и попал в ложу автомата моего автоматчика. Если бы чуть правее, то обязательно попал бы или в живот, или пониже, а так только ложу раздробил. Мы спрыгнули на снег. Понимаем, что тут видим офицер. Сидим, притаились около танка. И вдруг внутри танка хлоп, выстрел произошел. Мы опять обалдели. Что ж такое? Оказывается, тот офицер в танке застрелился. От пленных танкистов потом стало известно, что он агитировал их, чтобы они тоже покончили с собой, а не отказались. Оказалось, что эти три танка были разведкой, и они заблудились. Они ждали, что за ними приедут, но те тоже заблудились. А у них кончилось горючее, сели аккумуляторы. Следовательно, прекратилась радиосвязь и прекратился обогрев. И они замерзли. Около трех суток они сидели в танках. Ну вот, значит, угостили их спиртом, растерли кому руки, кому лица. Надо их как-то вести, не нести же их на руках. Пошли потихонечку, привели их в полк. А командир полка в это время был у начальника штаба. Я зашел, доложил. Они оба вышли, смотрят на немцев и говорят, а чего это они пьяные? Я объяснил, что мы их немножко спиртом отогревали. После того, как доложил о результатах своей разведки, командир полка сказал, вот что, товарищ Чиков, на первый раз ограничимся строгим выговором. Вы практически с голыми руками, с обычными ручными гранатами пошли на танки. А если бы они не были в таком состоянии, развернули бы пушку, один выстрел и от вас пыли не осталось бы. Но в связи с тем, что вы все-таки проявили храбрость и привели сюда этих немцев, я вынужден послать теперь туда саперов, чтобы они взорвали эти танки. А вас всех представлю к награде. Пожал нам всем руки, похлопал по плечу. Идите, отдыхайте. Вон орден Красной Звезды у меня на кителе висит. Это мне как раз за это и дали. Молодец у нас командир полка был. Зачем же танки надо было взрывать? Ведь они в рабочем состоянии были. Ну, во-первых, зима, холодно с ними возиться. Во-вторых, у нас экипажей для них не было. А ждать, пока пришлют танкистов, долго. Да еще идут бои местного значения. Вдруг к ним выйдут немцы. У вас не возникало желания тех немцев прямо у танков и расстрелять. Да мне ребята говорили, товарищ старший сержант, что мы будем с ними возиться? Давайте их кокнем всех, да и все. Я им говорю, ребята, если бы в открытом бою, то я бы сам первый их расстрелял. А то мы их практически без выстрела взяли в плен. Они по нам не стреляли, наоборот, просили помощи. Значит, они сами сдавались. Разве можно пленных расстреливать? В общем, успокоил я своих ребят. В полку были случаи расстрела пленных? Нет, не было. Один раз там же, в Белоруссии, шел очень сильный бой. Наша разведка обнаружила в чащобе леса какой-то крупный немецкий штаб. Это был как минимум армейский штаб, потому что он был обнесен колючей проволокой, и там площадка была, на которой стояли фургоны с антеннами на крышах, легковые машины, бронетранспортеры. Я потом эту площадку с этой техникой видел своими глазами. Там даже несколько танков стояли. А наши как сделали? Они охватили эту чащобу и со всех сторон пошли на немцев. Впереди нас шел полк. Так он все это вершил, а мы шли за ними. Там неподалеку протекал ручей. Когда бой закончился, немцы, видимо, попытались драпануть. Мы уже подошли к ручью и увидели эти бронетранспортеры. Один в воде стоял, другой только пытался спуститься, третий поднимался по склону, четвертый из ворот выезжал. И на каждом из бронетранспортеров по три-четыре убитых немца. Кто вниз головой висит, кто так, кто сяк, сидит мертвый. На что мы обратили внимание, так это на то, что маскхалаты у них были из клеенки. И вот этот полк, что шел впереди нас, наколошматил при этом немцев много из тех, что пытались убежать. По-моему, даже одного генерала взяли в плен с офицерами. Солдат при этом в плен взяли совсем немного. И кроме немцев, наши захватили около 20 человек власовцев. Там я их впервые и увидел. Это, как правило, здоровые мужики, морды вот такие вот, у всех зимние листья шапки, немецкие офицерские бушлаты на меху. Они стояли в строю, когда наши смершевцы их обыскивали. Так один упал на колени и закричал. Я коммунист, у меня зашит портбилет, не расстреливайте меня. Я пытался перейти, а когда наш красноармейец стал его обыскивать, расстегнул на нем бушлат, а у него на кителе железный крест висит. Тот особист ему как врезал. Ах ты, коммунист! Сволочь, ты же уже крест заслужил. Сколько же ты красноармейцев убил, сволочь! Тот оправдываться начал. Да нет, я был поваром у генерала. Это он мне крест дал. Ну, в общем, туда-сюда юлить начал. Все они говорили, будь то обслуживали штаб, кто охранником был, кто поваром. Так этих власовцев погрузили на грузовик и под охраной повезли в тыл. А пленных немцев пешком повели. У нас все возмущались. Наоборот, надо было сделать. Немцев везти, а этих сволочей пешком гнать. Что дальше с ними было, я этого не знаю. В вашей части были случаи дезертирства или самострелов? Нет, вот у нас такого не было. Когда мы освобождали город-городок в Витебской области, то в этом бою меня ранило. А ранило как? Залетели мы с одним автоматчиком во время атаки маленькую на двоих человек ячейку. В общем, вдвоем мы в нее впрыгнули и пытались из нее стрелять. Там площадка была, рядом цирковушка, и мы определили, что там раньше был какой-то санаторий или дом отдыха, потому что потом мы увидели сцену занесенные скамейки, которые наполовину были разломаны и сожжены немцами в кострах. Потом диски у нас опустили, и чтобы сменить диски, мы в этой ячейке присели. Сидим, меняем диски на снаряженные, которые у нас на ремнях висели. Под сумки у каждого по два диска было. И в это время рядом разрывается снаряд, который задел за верхушку дерева. А деревья были толстые такие, сосны, и снаряд был довольно большого калибра. Я только помню, что этот разрыв я услышал. А потом какая-то сила неведомая взяла, и меня, сидящего на корточках на дне этой ячейки, словно вдавило в землю. И больше ничего не помню. Моему напарнику, который был рядом со мной, осколок размером с кулак вошел в голову, прошел через все его тело и внизу вышел в землю. Кровище было в ячейке почти на четверть, как потом мне ребята рассказывали в госпитале. Вокруг нас было очень много раненых. Ребята говорили, мы, когда вас из крови этой ячейки вытаскивали, подумали, что ты тоже убит. А у меня ни одной царапины не было в этот раз, только контузия от ударной волны сильная. Я почти оглох, очень сильно стал заикаться и плохо видеть глазами. После госпиталя врач мне сказал, если бы у тебя был открыт рот в это время и закрыты глаза, то в порядке остались бы зрение и слух, а поскольку рот был закрыт, все давление пошло на мембраны. Ну, полежал я сколько-то там в госпитале. Туда мне привез мой орден, раненый начальник разведки полка. Когда именно меня ранило, я уже не помню. Это было или в конце 43-го, или в начале 44-го. Но в феврале 44-го года я был уже в команде выздоравливающих полевого госпиталя и меня собирались выписывать. А выздоравливающая команда чем занималась? Дрова пилили, кололи, воду в бочке грели, таскали по палаткам носилки с ранеными, помогали госпитальным красноармейцам, которым лет под 70 было, нести охрану. Нам уже объявили, что будут на днях нас выписывать. И вдруг откуда-то из тыла появился в госпитале офицер. И впервые я увидел этого офицера золотые погоны. Звание его не помню, капитан или майор он был. На нем были хромовые сапоги, темно-синий галифе, офицерская гимнастерка под бушлатом. На гимнастерке у него были награды, видать, он уже побывал на фронте. Однажды замполит госпиталь и командует. Выздоравливающая команда построится. Построились. Кто имеет среднее образование, пять шагов вперед. Всего в команде было человек сорок. Полевой госпиталь довольно большой был. А вышло нас всего человек восемь или десять. Все, кто вышел, стали впоследствии моими друзьями. Этот прибывший офицер нас, вышедших, по одному переписал, и откуда-то в замполита госпиталя появились в руках новенькие комсомольские билеты с нашими фотокарточками. Эти комсомольские билеты они вручили нам. Мы были поражены. Никакого собрания не было, никто не поинтересовался, желаем ли мы вступить в ряды комсомола. Фотографировались мы еще давно, и когда интересовались для чего это, получили ответ. Никаких вопросов. Нам, новоиспеченным комсомольцам, выдали продовольственные аттестаты, лист с талончиками, на которых стояли числа, и было написано завтрак, обед и ужин. Если надо было где-то покормиться, то эти талончики вырезали и отдавали, а если кормиться не было возможности, то их тоже вырезали и обменивали на сухой паек. Прошли мы километров 15, не больше, и пришли под вечер на какой-то разрушенный полустанок. Там на железной дороге уже стояло восемь теплушек, а из них раздавались песни, шум и гам. Двери у теплушек были открыты, поскольку на улице было не так уж морозно. Смотрим, там в теплушках вся молодежь. Определили нас по этим теплушкам. Внутри располагались только нары, больше ничего. Мы сразу легли и уснули. Под утро чувствуем, наши теплушки качнуло. Мы выглянули, видим, подошел паровоз, который привез еще одну теплушку. Итого получился солидный эшелон. Впоследствии в глубоком тылу из этого эшелона выгрузилось нас, наверное, человек 600. Тронулся наш эшелон и попер нас в тыл. Мимо нас мелькали станции с разными названиями, что позволило нам понять, что мы уже далеко в глубоком тылу. Однажды, проехав город Ржев Калининской области, поняли, что уже близко Москва. Спрашиваем сопровождающего нас офицера, куда нас везут, на что получаем ответ. Военная тайна. Привезли нас в Москву на белорусский вокзал, выгрузили и пешком провели через весь город на вокзал, из которого поезда идут на восток. Привели нас, опять погрузили в эшелон. Прошло и опять в тыл, в сторону Урала. На вокзале в каждой из наших вагонов теплушек подсели по несколько неизвестных нам офицеров. Мы и у них стали интересоваться, куда же нас везут. И опять нам отвечали, военная тайна, не задавайте никаких вопросов. Везли нас везли и привезли в Свердловск. Там объявляют, что стоянка 4 часа. Из каждого вагона разрешили человек по 8 отправить в увольнение с условием, чтобы через 3 часа все были на месте. Кто опоздает или не вернется, будет арестован комендатурой и отправлен под суд за дезертирство. В общем, припугнули нас, чтобы особо не гуляли. Да, упустил я один момент. Когда еще везли в сторону Москвы на станции в одном малом городишке, не помню сейчас название, объявили 2 часа стоянки и кормление горячей пищей по прототестату в питательном пункте. Мы высыпали из вагона все в гимнастерках, без шинели. Смотрю я на попутчиков. Ба! У всех поголовно, ордена до медали. Сели обедать, а среди нас за столом сидит герой Советского Союза, старшина. Пока поели, выходим, еще одного увидели старшину, героя. Оба они молодыми были, года по 23. Осмелели мы потом, познакомились с ними. Спрашиваем одного, куда нас везут? Он отвечает, в Сибирь едем, девок щупать. Поняли мы, что у него по этому поводу тоже информации нет никакой. Пытались разузнать у другого героя Советского Союза. Вы же, наверное, точно знаете, куда мы едем. А он в ответ, едем на Колыму золото добывать. Догадались мы, что и этот брешет, потому что ничего не знает. Короче говоря, из нашего вагона в числе восьмерых счастливчиков, которым удалось сходить в увольнение, попал и я. Высыпали мы гурьбой в центр города. Центр там располагался практически рядом с вокзалом. Смотрим, театр стоит, огнями яркими сияет. Свердловск, глубокий тыл. Подходим, смотрим на афишу, идет Снегурочка. Пошли в театр. Так спектакль уже идет давно. Тут один из героев, который был с нами в группе, снял шинель и пошел к администратору. О чем он там с ним говорил, нам неизвестно. Но вышла женщина и провела нас на галерку под самый потолок. При этом она и постоянно нас тихонечко умоляла. Ребята, потише, пожалуйста, идет спектакль. Не сорвите нам спектакль, пожалуйста. Смотрим мы спектакль, заодно разглядывая гражданский лют, сидящий в зале. И вдруг, на, герой Советского Союза встает, опирается на перила и во весь голос кричит, Снегурочка, не плачь, мы тебя спасем. Весь зал сразу зашумел, голову задрал под галерку. Тут сразу же прибежали служители театра и с криком, вы срываете нам спектакль, вытолкали нас на улицу. Уже только, когда мы оказались на улице, стало заметно, что наш герой изрядно поддатый. Где и как он успел выпить, мы так от него и не допытались. Ну, герой, что тут скажешь. До Новосибирска нам ничего не говорили. О том, куда нас везут, отвечали всегда. Военная тайна. А когда поезд пошел от Новосибирска на северо-восток, тогда офицер нам объявил, вы едете в Томское артиллерийское училище. Мы поинтересовались, почему в основном едут все фронтовики из воинских частей. Нам ответили, что это те фронтовики, которые раньше учились в разных военных училищах, но были взяты из училищ то на Курскую дугу, то на другие фронты. Поэтому и всех, кто выжил, собирали по фронтам, чтобы отправить на доучивание военное училище. Мы говорили, что война уже заканчивается, и на Западе уже и так очень много офицеров, но нам отвечали, что руководство виднее. В училище я был зачислен весной 1944 года. Срок нашего обучения был сначала 8 месяцев, потом пришел приказ, увеличивший срок обучения до года. Потом в мае закончилась война, а нам пришел приказ, продливший срок нашего обучения еще на 2 месяца. Итого, я там проучился 1 год и 2 месяца. На кого вас там учили? На офицеров-артиллеристов. Изучали мы там гаубицы 122-мм, пушки 152-мм, поверхностно изучали и зенитные орудия, и танковые орудия, самоходки. Но основой изучения шли 122-мм гаубица и 150-мм пушка. Должен сказать, что все гаубицы и пушки были новыми в отличном состоянии. В училище 122-мм гаубицы были все на конной тяге, поэтому в наши курсантские обязанности входил и уход за лошадьми. А лошадей было сотни-две, да и парк большой артиллерийский. Для 152-мм пушек в парке стояли гусеничные трактора, но трактора очень редко использовали. На тактические занятия орудия выводили в основном на конной тяге. Когда нас привезли в Томск, я до сих пор был глуховат и слегка заикался. Слух со зрением восстановились довольно быстро. Привезли в училище, сразу нас там переодели, всю фронтовую одежду у нас отняли, а одели в курсантскую форму, на которой были погоны с окантовкой под золото. Кормить нас стали вполне сносно, по гвардейской норме, хоть Томское артиллерийское училище и не было гвардейским. Объявили, что для начала всем необходимо пройти медкомиссию, а уже потом приступать к учебному процессу. Стали мы по одному заходить в кабинеты медкомиссии, а кабинетов этих было штук восемь. Нас много в коридоре скопилось, а среди нас ходит начальник училища, пожилой такой генерал и приговаривает. Эх, хороших нам ребятишек прислали с фронта. Ой, хороших. Да чего же мы из вас хороших артиллеристов сделаем? Нам даже приятно были эти его причитания. Дошла очередь и до меня. Захожу в кабинет. Хоть и сидят там люди в белых халатах, но звезды выпирают сквозь ткань и звание я вижу. Вижу, что самый главный из них в звании подполковника. Спрашивает он меня. Чиков Петр Александрович? Угу. 25-го года рождения? Угу. Первый Прибалтийский фронт? Угу. Он поднимает на меня голову. А чего ты не разговариваешь? Я промолчал, лишь пожал плечами. Он что-то там у себя записал в бумагах, дает мне карточку и говорит, чтобы я шел в следующий кабинет. Я вышел. Захожу в следующий кабинет. Там сидят молодая медсестра и женщина-врач, пожилая. Пожилая, может, даже под 70 лет. Я подал ей карточку, она, видимо, прочитала там, что я контужен, подняла на меня голову и спрашивает, давно ты был контужен? Я ответил. Она встает, подходит ко мне, берет меня за руки, смотрит в глаза и говорит, сынок, ты же контуженный, как же ты будешь командовать артиллеристами? Как же ты будешь команды подавать, когда ты так заикаешься? Взяла она меня под руку и повела. Мимо всех кабинетов самый последний. Заводит меня, поставила у двери. В кабинете сидят три или четыре врача, а с краю сидит полковник без халата, но, по-видимому, тоже медик, возможно, председатель бедкомиссии. Женщина-врач подошла к нему, пошептала с ним о чем-то на ухо. Пару раз они на меня взглянули. Минуты три она ему шептала, наверное, рассказывала что-то. Потом она выпрямилась, он тоже от стола отстранился и сказал мне «Товарищ Чиков, вы свободны, идите в казарму, отдыхайте». Я повернулся и пошел. Мне с собой даже никакой бумаги не дали. Пришел в казарму, сутки проходят. У командира батареи капитана, тоже фронтовика, имеющего три полоски заранения, заикаясь, спрашиваю «Товарищ капитан, что со мной будет?» А он, видимо, не особо в курсе был, поэтому ответил просто «Посмотрим, начальник училища про тебя ничего не говорил». Я говорю «Так вы с ним поговорите?» «Хорошо, я при случае с ним обязательно поговорю». День проходит, два проходит. Однажды раздается команда «Всем на построении, на плац». Вроде митинг какой-то намечается. Все идут, и я иду. Я же в форме, как полагается. Начальник училища начал выступление. «Товарищи курсанты, прежде чем начать учебный процесс, мы вас направляем на два месяца добывать уголь для всех котельных города, в том числе и для котельной нашего училища. Там вы отдохнете, загорите, там для вас будет хорошая кормежка. А по возвращению пройдете учебный процесс и станете офицерами». Ну, в общем, лапшу нам на уши вешал. Мы, разумеется, в ответ прокричали «Ура, ура, ура!». Буквально на другой день привели нас на речной порт на реке Томь, где стоял громадный двухэтажный дебаркадер. Половину нас расселили на этом дебаркадере. Позади этого дебаркадера стояли два парохода, которым были прицеплены баржи. Одна была с палатками, в которые заселили вторую половину нашей группы. Вскоре подошел буксир, зацепил этот двухэтажный дебаркадер и потащил по реке Томь на юг, в сторону Кемеровской области. Вслед за ним пошли и колесные пароходы с лопастями, которые тащили баржу. Одна баржа была заселена людьми, а во второй лежали одноколесные тачки, кирки, лопаты, топоры, много досок, целые штабеля, из которых потом будут сделаны дорожки для тачек. Весь инструмент был погружен новенький, видимо, выделен городскими властями. Привезли нас на место почти через неделю, почти к самому Алтаю. Уже река Томь стала узкой, но ее правый берег был довольно крутым, метров 30 высотой. И весь этот берег представлял собой открытый уголь, прямо чуть ли не от воды и до самого верха. Поднялись мы наверх, на берег, по земляной крутой лестнице и поняли, что отправили нас в такую глухомань. Рядом оказалась лишь одна маленькая деревушка, дворов 20, не больше, и кругом дремучая тайга. Объявили нам, что вот тут мы и будем долбить уголь, грузить его на баржи, а они будут отвозить его в Томск. 28 рейсов за два месяца сделали эти пароходы с баржами туда и обратно. Встречать нас сбежала вся деревня. Старики принесли бутыли с самогоном, стали наливать нам. Один из стариков начал кричать, бабоньки, девоньки, теперь население нашей деревни точно увеличится втрое. А женщины, разглядывая нас, заголосили, ой, да сколько же их много, да какие они все молоденькие, при погонах, да с орденами и медалями. С нами старшим был полковник, заместитель начальника училища. Он на спонтанно собранном митинге сказал, милые женщины, дорогие, уважаемые старички, я своим курсантам разрешаю помогать вам во всем, дома ремонтировать, чинить базы, крыши, дрова на зиму заготавливать. Они с фронта, они соскучились по физическому труду, соскучились по хозяйству. Они будут работать две смены и в свободную смену они могут идти на помощь вам, дорогие женщины. Одна женщина стоит и рядом с ней четверо ребятишек. Самая старшая из них девочка лет двенадцати, а самому младшему годика три. Так эта женщина подошла к полковнику, обняла его и говорит, у меня муж еще в сорок первом году погиб на фронте, а хозяйство мое развалилось, хата раскрыта, ремонт нужен. Сарай тоже нужно перекрывать. Полковник наш поцеловал эту женщину и говорит, я прямо сейчас вам выделю не одного, а несколько ребят хороших, и они вам за неделю все сделают. Есть желающие? Обратился он к нам. Тут же человек двадцать вышли из строя, изъявив желание помочь женщине. Полковник дал команду, чтобы командир роты сам назначил из числа желающих. Эта женщина расплакалась, стала на колени перед полковником, обняла его сапоги. Он ее пытается поднять, а она все плачет и обнимает сапоги. Эта сцена врезалась в мою память на всю оставшуюся жизнь. Под конец своего пребывания там мне тоже довелось попасть к этой женщине. В тайге мы заготавливали длинные слеги и принесли ей немного. К тому времени ребята у нее сделали все отлично, все красиво, что глаз просто радовался. Я тоже был закреплен за одной из женщин, помогал ее семье. У нее из детишек были три девочки и мальчик. Когда я поработал у нее первый день, она позвала меня на ужин. Я начал отказываться, ссылаясь на то, что нас и так хорошо кормят. Нет-нет, вы меня обидите, не сдавалась она. Я пожарила яичницу с салом, отведайте деревенской еды. Уговорила она меня. Привела она меня к себе в дом, я глянул, так чистенько все кругом, хотя беднота страшная. Детишки хоть и одеты чисто, но на одежде латка на латке. Мне так стало не по себе. А я еще по глупости спросил ее, «А муж ваш далеко?» Она досталась под иконки похоронку и протянула мне. Вот, в начале войны пропал без вести. Она расплакалась, и мне пришлось ее успокаивать. Она плачет и говорит, «Понимаете, я живу не бедно, мы не голодаем. У меня корова, теленок, хоть небольшой еще, но бугай. У меня есть куры, гуси, поросята. Я могла бы кое-что продать, но для этого надо с Алтымаково ехать. Там шахтерский городок, большой базар имеется, на котором можно все продать. Но не на чем туда добраться. Приезжал налоговый с милиционером за то, что у меня не уплачены какие-то налоги, грозили описать корову и бычка, а денег, чтобы заплатить, все эти налоги у меня нет. Вот продала бы и расплатилась с долгами. А я по своей доброте ей говорю, у меня деньги есть. Я тогда был старшим сержантом, с фронта прибыл в должности командира взвода автоматчиков, и, как сейчас помню, по тем деньгам у меня клад был 480 рублей. Я вытаскиваю из запазов и свое двухмесячное денежное довольствие, которое не успел потратить в Томске, и протягиваю ей. Вот все, что у меня есть, я вам отдаю, мне они не нужны. Она начала отказываться, не желая брать деньги. И тогда я смекнул, вспомнив, что на разводе слышал, что офицер-хозяйственник собирается плыть на пароходе в Салтымаково за продуктами для нас, курсантов. Я пообещал женщине поговорить с полковником, может быть, он согласится взять ее с собой. Вы на всякий случай приготовьтесь, а утром я вас извещу. Только я утром прихожу к полковнику, мол, товарищ полковник так и так объяснил ему ситуацию. Он даже не дал мне договорить. Я все понял. Молодец. Пароход будет отправляться послезавтра. Пусть твоя мамаша приходит на пристань и садится на пароход. Вот передашь ей записку. Он на листочке бумаги написал пропустить и поставил свою подпись. Добрый мужик был, наш полковник. В тот день, когда отправлялся теплоход, я был на смене, катал тачки, не мог прийти и проводить ее в путь. Но только видел издалека, как она села на пароход и какие-то соседки помогали ей погрузить все ее имущество. Сумки, гусей, поросят. Вернулась она лишь на восьмой день, потому что путь до Салтымакова занимает туда три дня и три дня обратно. Приехала улыбчивая, веселая. Спасибо тебе, сынок. Я все продала. Дай бог тебе здоровья. А я с дуру возьми да ляпни. Вы не волнуйтесь. Вот я закончу училище, приеду сюда и женюсь на вас. Мне понравились ваши детишки. С малышом мы вообще друзья. Как прихожу, он ко мне на колени сразу садится. Она отвечает. Конечно, сынок, после войны приезжай к нам. Но я для тебя уже старуха. Мы тебе здесь найдем молодую красавицу и поженим тебя. Вот такой вот я был тогда наивный. Закончили мы долбить уголь. Работали мы хорошо, кормили нас на убой. Из-за того, что занимались физическим трудом, мы все стали крепкими. Интервью и литературная обработка Сергей Ковалев Конец первой части Читал Олег Лобанов Читал Олег Лобанов Читал Олег Лобанов Шаг Читал Олег Мил